Раз-два, 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 раз-два. Раз-два. Как слышно? Как меня видно? Надеюсь, видно, надеюсь, слышно. Давайте начинать. Я вас всех приветствую. Всем большое спасибо, те, кто пришли, меня послушать в прямом эфире. Мы записываем каждую пятницу в 6 часов вечера по Москве, за исключением тех пятниц, когда мы не записываем. Вы задаете вопросы в текстовом режиме, я отвечаю голосом. Все это занимает 1 час. И запись можно посмотреть на моем канале. Не забываем ставить лайки и подписываться. Итак, первый вопрос. Есть ли у меня личный автомобиль? Если да, то какой? Какой бы я советовал купить программисту? Новый или поддержанный? Чем бы я руководствовался, чтобы взять транспортное средство? Мое мнение насчет отечественных автомобилей, иномарок. Спасибо, всего доброго. У меня нет автомобиля, и я думаю, что сейчас его покупать совсем не выгодно, а лучше ездить на такси. По крайней мере в России и по крайней мере в Москве. Потому что такси куда более качественно. Качественный сервис предоставляет, чем может дать собственный автомобиль. На мой взгляд, особенно если живешь в центре, и перемещения не такие уж активные. Так что я бы советовал, конечно, на автомобиль не тратиться. Я думаю, что в перспективе все реже и реже будут люди выбирать владение транспортным средством по сравнению с арендой его. То ли в форме каршеринга, то ли в форме такси. К этому все идет. Автомобили становятся менее, на мой взгляд, интересны как произведения искусства, как предметы роскоши, как предметы мечтаний, как объекты мечтаний. А все больше превращаются в средства передвижения. И владеть средством передвижения, при этом ограничивая себя в возможности путешествий, возможности смены места жительства, я думаю, что это неправильно в современных условиях. Тем более, что, ну вот как я сказал, они перестают быть предметами роскоши, и их становится так много, особенно с приходом китайских марок, китайских брендов. Они становятся настолько похожи друг на друга, как языки программирования. Они становятся настолько уже не выделяются, мне кажется. Не выделяется Мерседес, так как он выделялся 40-50 лет назад, когда каждую новую модель Мерседеса обсуждали, смотрели фотографии, были журналы, посвященные автомобилям. Они, наверное, и сейчас есть, эти журналы, но как-то, мне кажется, интерес у людей пропал к этому. С появлением таких массовых продуктов и с появлением таких глобальных корпораций, которые выпускают для масс, выпускают на потоке эти автомобили и многие другие товары, одежду, телефоны, мебель, что стало уже просто неинтересно владеть Мерседесом. У меня когда-то был Мерседес давно, и мне было это очень приятно. У меня Мерседес такой красивый, черный, мне это очень нравилось. Сейчас иметь черный Мерседес – это чувствовать себя таксистом, который ездит на черных Мерседесах. Потерялся флер в этом, потерялся некий шарм от автомобилевладения. Так что моя рекомендация – такси. Следующий вопрос. Как быть с тем, что в Москве зарплаты в полтора-два раза выше, чем в регионах? При этом в московские компании не берут из-за часового пояса. Работать по Москве или переехать не могу по своим причинам. Ну, это общая проблема не только касается Москвы. Если вы возьмете Нью-Йорк, то вы столкнетесь с такой же проблемой. Кто-то в Нью-Йорке работает и получает 100 долларов в час, или сейчас, наверное, уже 200. А кто-то работает в Миссисипи, или кто-то работает в Кентукки, в каком-то штате, и получает 30 долларов в час. И это не просто так это. Потому что стоимость жизни в Нью-Йорке, она, конечно, на 100 долларов. А стоимость жизни в другом штате, она, конечно, дешевле. Поэтому вы же тратите меньше, когда вы находитесь в своем регионе. Ну, конечно, я думаю, если вы хотите развиваться как эксперт, как специалист, как технический специалист, то я думаю, что стоит переезжать в центральные регионы, переезжать, условно, в Москву. Если вы находитесь на восходящем тренде своей карьеры, если вы ее строите, если вы развиваетесь, если вы хотите кем-то стать, не остаться кем-то, не удержать свой уровень дохода на многие годы, а вы находитесь в точке, как это, в точке А, а у вас есть некая точка Б, как сейчас модно говорить. Если вы в эту точку Б хотите приехать, то, конечно, переезд в крупный город, это однозначно будет вам помогать. Так что постарайтесь эти свои причины, которые у вас есть, как-то с ними совладать и переместиться, если вы заинтересованы в той самой в два раза больше зарплате, а не в каком-то уровне комфорта вами уже полученном в том регионе, где вы находитесь. Следующий вопрос. По самоменеджменту. Проблема с оценкой задач по времени, работа, учеба. Реально ли вообще давать более-менее точную оценку? Получается ли у вас, ваших сотрудников, и как прокачивать? Ну, тяжелый вопрос, и он не получается. Я вам коротко отвечу. У меня лично не получается, и у многих, кого я знаю, плохо получается. Самоменеджмент. Вообще говорят, что нужно уметь разбивать задачи на четыре, строить такую картинку из четырех квадратов состоящую. Наверняка вы слышали об этом. Где по горизонтали будет важность, а по вертикали будет срочность или наоборот. Дальше все задачи расставлять в этом двумерном пространстве. И заниматься только теми, которые важные и срочные одновременно. Все остальные пытаться держать в этих оставшихся трех квадратах и на них обращать внимание, только когда этот самый важный четвертый квадрат пустой. В нем нет задач. Я пытаюсь так делать, пытаюсь такой менеджмент для себя, самоменеджментом таким заниматься, но часто мы же не роботы. И я тоже не робот. Если бы я управлял каким-то сотрудником, допустим, или роботом, это было бы вообще идеально. То я бы ему говорил, делай вот так. Вот тебе сорок задач, из них пять являются важными и срочными. Поэтому сегодня с утра ты занимаешься именно этими пятью. Но он не может возразить ничего. Он просто их должен делать. Это было бы шикарно. Но я-то человек, и у меня есть еще эмоциональная составляющая в этой работе. И хочется делать что-то другое. Хочется делать ту задачу, которая в третьем квадрате находится, а не в этом самом главном. И не хочется мне проводить свой день, занимаясь важными и срочными. Они все неинтересные. Ну, я беру и их игнорирую. Я занимаюсь той самой задачей, которая в другом квадрате. И потом приходит следующий день, и оказывается, что я пропустил что-то, и мне нужно срочно что-то делать. Я какую-то презентацию не подготовил, какой-то отчет не написал. Я сижу в семь утра и занимаюсь этим уже через совсем не хочу. Но я вам говорил, мне кажется, много раз, что нужно стараться делать только то, что нравится. Есть такая формула. Сначала полюби это, а потом делай. Перед тем, как что-то делать, сначала постарайся полюбить, а потом уже этим заниматься. Не наоборот. Не занимайся тем, что тебе не нравится, что тебе не по душе. Но не получается все задачи полюбить, к сожалению. Но я стараюсь. И вам тоже рекомендую делать то же самое. Если задача попадается, то сначала дайте какую-то паузу на то, чтобы влюбиться в нее. И понять, что вам это очень интересно, что есть какая-то перспектива у этой задачи, что это не просто скучный отчет для начальника, а это отчет, в котором вам есть возможность выразить какую-то интересную мысль. И это не только начальник услышит сегодня, а будет и стратегическое развитие у этого отчета, и к чему-то он приведет в итоге. Как-то так. Хотя это не всегда получается. Надеюсь, я ответил на вопрос и чем-то помог. Следующий вопрос. Если писать собственный блог в Телеграме, например, где брать читателей? Ну, это неправильный вопрос, я думаю. Вы должны задавать вопрос, где брать проблемы, о которых вы будете писать. Где брать контент? Что писать? И я уже говорил, по-моему, пару выпусков назад, что вы должны писать, когда вы что-то не любите, когда у вас есть какой-то враг, когда у вас есть какой-то недостаток снаружи, с которым вы боретесь. Или внутри. Или у вас личный недостаток, который вас раздражает, и вы хотите что-то исправить. Или вы видите, как программируют ваши коллеги плохо. Или вы видите, какой у вас глупый начальник, как он плохо управляет процессом. Или вы начальник, у которого не получается управлять процессом. И вам нужно с этим недостатком придумать, что делать. Вот в этом случае имеет смысл брать перо, бумагу и формулировать свои мысли. А если вы стартуете с вопроса, где мне взять читателя, может быть, вы уже ответили на вопрос, о чем писать. Может быть, вы уже знаете, какие у вас враги, и как вы их будете клеймить позором, и как вы будете свою несчастную любовь описывать, допустим. Но тогда у вас не должно быть вопроса, где брать читателя. Ну, неважно, будет читатель или не будет. Вы пишите для себя, пишите для того, чтобы самовыразиться. А читатель, он придет. Ну, а не придет, если он долго не придет, то тогда бросайте писать. Но вы должны все равно выписаться, вы должны выложить на бумагу все, что у вас внутри болит. Не пишите ради того, чтобы получить лайки, клики, подписчиков. Это не будет работать. Вы-то сделаете какой-то контент, но он не будет, мне кажется. Но если вы только не инфо-цыган, который хочет на контенте просто зарабатывать, и вам все равно о чем рассказывать, вы просто делаете контент для дураков, и сами таким являетесь. Ну, это, я надеюсь, что таких людей нет в этом эфире. Ну, если хотите вы практический ответ, где брать конкретно читателей, окей, у вас интересует именно, где их набирать, то в Телеграме вообще нет способов, кроме как за деньги. Вы должны просто кому-то заплатить, кто поставит рекламу вашего канала на свой канал. По-моему, других способов в Телеграме нет. Либо вы будете приводить на свой канал читателей из какого-то уже у вас существующего канала, где можно органически набрать зрителей. Допустим, YouTube. Так, по крайней мере, появился у меня Телеграм-канал. У меня сначала был YouTube, сначала был Twitter, сначала был LinkedIn, по-моему. И там я выкладывал какой-то контент, который у меня был, блог у меня был свой. Там меня стали читать, там органически растет посещаемость, потому что есть некие механизмы поиска контента. Если это веб-сайт, то через Google меня находят. Если это YouTube, там тоже поисковая строка. А в Телеграме нет поисковой строки. Единственный способ привезти читателей в Телеграм, это привезти их из YouTube, или из Google, или из LinkedIn. Либо купить их в Телеграме. Так что в Телеграме у вас такая дорога сложная. А как получить в Ютьюбе? Ну, делайте контент, запишите видео, расскажите и ждите. Если вас будут лайкать, то будут. Я бы не занимался оптимизацией поисковой, не занимался бы навешиванием колокольчиков и разукрашиванием своего блога, инвестициями в качественное видео, инвестициями в продакшн. Я бы сначала снимал, собственно, суть, чтобы понять, вообще кому-то нужно то, что вы говорите, или вы говорите для себя. И когда вы получите отклик, когда вас начнут хейтить и начнут лайкать, вот тогда вы задумаетесь о том, что как-то, может быть, развивать бы это все, как-то, может быть, вложить в это какие-то деньги. Но тут я могу быть неправ. Может быть, бывают пути как бы через рекламу, но мне он не понятен и не близок. Следующий вопрос. Как вы считаете, должен ли программист сам собирать требования для поставленной задачи, или этим должны заниматься менеджеры системной аналитики, которые ставят задачу? Мы по этому вопросу проходились неоднократно. Я рассказывал уже, что мне кажется, что программист не должен собирать требования. Он не должен понимать, о чем бизнес. Он не должен контактировать с клиентом. Он не должен быть погружен в бизнес-домен. Он не должен условно понимать, как добывается нефть, если он работает в «Газпроме». Он не должен понимать, как работают банкоматы. Вернее, не должен понимать основы микро- и макроэкономики, если он работает в «Сбертехе». Он не должен понимать, как работают таксисты, если он работает в Яндекс.Такси. Он не должен понимать, как происходит размещение предметов на местности, если он работает в Яндекс.Карте. Не должен. Это неправильный бизнес, если программиста делают специалистом в доменной области. Это, мне кажется, ухудшает его как программиста и не превращает его в хорошего специалиста по такси. По логистике. Я бы, будучи программистом, старался бы от этого дела держаться подальше. Все-таки спускаться на как можно более системный уровень. Если вы занимаетесь Яндекс.Такси, то вы занимаетесь этим на уровне битов и байтов. На уровне баз данных, языка программирования, конструкции, алгоритмов и так далее. Но не вникайте в то, отдавайте это кому-то другому. Если есть такие люди в вашей команде, которые хотят разбираться в такси, вот они пусть и разбираются. А вы стараетесь быть на системном уровне. Вы тогда будете выше качеством как специалист технический. И не будете отвлекаться на изучение вопросов логистики. Которые, скорее всего, вам через 10 лет будут вообще не близки. Стратегически подумайте, где вы окажетесь через 10 лет. Вы, скорее всего, будете работать в другой компании, которая к такси никакого отношения не имеет. Вы будете заново переучиваться. Вы будете становиться специалистом в нефтедобывающей промышленности. Или специалистом в текстильной промышленности. Если вы продаете, если ваша компания будет продавать сорочки, мужские и женские. Вы должны стать специалистом в материалах и тканях. И маркировки этих предметов одежды лишние. Но многие компании этого не понимают. И, точнее, не имеют средств на этих системных аналитиков. На product owners, которые бы взяли на себя все это. Потому что эта работа сложная и плохо оплачиваемая. Считается, что программист – это существо очень сложное. И ему нужно платить побольше. А системный аналитик – это существо такое попроще. И на него можно потратить в два раза меньше. И он как-нибудь разберется. Хотя это неправильно. Если так будет, то компания снижает уровень программистов. Но не выращивает этих самых аналитиков. Следующий вопрос. Зарплаты программистов завышены, как я считаю. Но в то же время предлагаю ввести сдельную плату. Меня спрашивают. Ведь это понизит зарплаты программистов. Зачем нам это нужно? Ну, я действительно считаю, что зарплаты программистов завышены. Но не всех. Я считаю, что зарплаты 90% программистов завышены. А зарплаты 10% программистов занижены. Я это вижу по программистам, которые работают недалеко от меня. И которые работают в соседних компаниях. По многим программистам я вижу, что есть люди, которые должны получать в 5 раз больше, чем их соседи по столу. Они просто действительно работают в 5-10 раз эффективнее. Но зарплаты обычно получают люди с разницей в 10-20%. Если они в одном грейде. А грейды в основном выдаются за выслугу лет. К сожалению, в больших компаниях, да и в маленьких тоже. Трудно в себе представить человека, которому 25 лет, а у него грейд такой же, как у 45-летнего. Это редкая ситуация. В основном, если ему 45, то у него высокий грейд. Если у него 25, то у него грейд, как у джуниора. И для того, чтобы ему стать из джуниора в синьора, ему нужно просто 10 лет ждать. И тогда его зарплата вырастет, да, в 2 раза. Но не в 5. И не в 10. А я считаю, что есть люди, которые в 25 лет должны получать условно по 1,5-2 миллиона рублей. Сейчас вот в современном рынке вполне могут люди получать 25-летние ребята по 2 миллиона рублей. Но для этого нужно что-то сделать с теми, кто сидит рядом с ними и забирает эти деньги себе. То есть компания, условно, например, у нее есть, давайте скажем, 10 миллионов в месяц, которые она тратит на программистов. Но она их распределила по 20 людям. И каждому платит по 500 тысяч. Ну, представим такую богатую компанию. Вот у нее есть 20 программистов, по 500 тысяч каждый получает. И из них только двое, наверняка, один или двое заслуживают того, чтобы получать 2 миллиона, 3 миллиона. А остальным нужно платить по 150 тысяч. Вот такой дисбаланс нужно устроить. И тогда это будет здоровая ситуация. Тогда люди будут действительно стремиться хорошо программировать, качественно, стремиться становиться теми людьми, которые получают по 2-3 миллиона. А когда он понимает, что его потолок, сегодня он 400 получает, а через 3 года он будет получать 470, хоть ты разбейся головой здесь, каким бы ты талантливым ни был, но есть некий механизм повышения зарплаты. И тебе для того, чтобы сделать из 400 тысяч 2 миллиона, тебе нужно совершить какие-то пируэты между компаниями. Тебе нужно из одной перепрыгнуть в другую, иметь какие-то связи, как-то продать свое резюме каким-то волшебным образом, как-то умножить свою зарплату на 2, потом еще раз на 2. Но это такая эквилибристика, она доступна не каждому, далеко не каждому. И это нужно быть не просто хорошим техническим специалистом. Нужно еще быть, язык должен быть подвешен, нужно иметь много знакомых, нужно с совестью как-то своей договориться. В общем, много должно быть составляющих. Вот я за то, чтобы был такой резкий дисбаланс в зарплатах. Баланс в зарплатах, мне кажется, равенство людей, равенство в зарплатах, это сильно вредит рынку. И дальше вы спрашиваете, ведь это понизит зарплаты программистов. Конечно, понизит, но я надеюсь, что если так случится, то я бы лично как программист тоже хотел бы попасть, даже если я не попаду в эту категорию людей, которые получают очень много, выполняя работу рядом с другими людьми, то я, по крайней мере, увижу, как можно туда стремиться. Я увижу для себя траекторию такого развития карьерного. И многие это увидят. Я за это. И дальше вы спрашиваете, зачем нам это нужно. Здесь ключевой вопрос, кто это мы, кому это нам. Если вы себя относите к людям, которые видят себя как богатые и успешные, и при этом очень активно трудящиеся, то вам это нужно, чтобы стать богаче, значительно богаче. А если вы себя относите, дальше вы все понимаете. Следующий вопрос. Как оценить качество постановки задачи? Может быть, есть какая-то метрика, или вы можете предоставить ссылку на литературу по этой теме. Нет такой метрики. Ну, ее можно выдумать. Эти метрики можно представить себе, если ваша постановка задачи формулируется в каком-то более-менее формальном языке. Например, в UML. Или, например, мы когда-то создавали, 10 лет назад создавали язык строгих формальных спецификаций, требований как раз к программным продуктам. У меня даже статья есть, более-менее научная на эту тему. И этот продукт есть на GitHub, где человек в натуральном языке, например, на английском, пишет описание того, что должна делать программа, а есть тулза, которая парсит этот текст и из него вычленяет нужные компоненты и запрещает автору этого документа писать так, чтобы было непонятно. То есть это такой, так называемый, controlled natural language. То есть это натуральный язык, находящийся под контролем. Под контролем некого парсера, который что-то в нем разрешает, что-то запрещает. Это прикольная идея. Я по-прежнему в нее верю, хотя это и проект десятилетней давности. Я думаю, что за этим будущее и прошлое, и будущее, и настоящее. Но для существования таких языков и существования таких механизмов должно быть очень большое желание у менеджмента этим заниматься. Желание у менеджмента держать под контролем вообще как кого-либо. А это же одна из главных или главная проблема в современном менеджменте, в IT-менеджменте, что менеджмент просто бессилен перед лицом нас, программистов. То есть менеджмент, может быть, и хотел бы заставить меня писать требования на таком языке. Но что он со мной сделает, если я не напишу на этом языке, он не знает. Уволить меня он не может, потому что на рынке большой недостаток кадров айтишных. Наказать меня он не может, потому что законодательство ему запрещает. Как-то меня поощрить он тоже не может, потому что соседние программисты начнут возмущаться. Почему это за это вы его поощряете, а не за выслугу лет? Что это за токсичный менеджмент такой, который поощряет за результаты? Это мы категорически против. Мы сейчас на Хабре статью напишем об этом. А поощрять нужно за выслугу. Нужно ждать многие годы, а потом, как многие эксперты говорят, хорошего программиста видно. Я вот спрашиваю иногда у людей, у экспертов, в том числе на интервью, которые я записываю на канале. Я спрашиваю, как вы оцениваете программиста? Вы послушайте, что в основном отвечают. Многие говорят, хорошего программиста и так видно. Его не надо оценивать. То есть, они фактически сообщают нам, что у них нет способов оценки человека. Ну и, соответственно, если меня не могут оценить, то зачем я буду выполнять хоть какие-то требования от начальства? А это же механизм контроля, как вы говорите, как оценить качество подготовки задачи. Оценить. То есть, вы хотите поставить оценку. А двойку вы тоже хотите поставить. Значит, будет человек, которому вы поставите двойку за подготовку постановки задачи. Что дальше делать с этой двойкой? Просто двойку. Все, заново начинается новый день. Про двойку мы забудем. Или эта двойка повлечет какие-то последствия? Вот какие? А если последствий никаких нет, то нам всем будет наплевать на эту двойку. И возникает вопрос, а зачем тогда оценивать? Какой смысл в этой оценке? Понимаете? Надо начинать с базы. Так, следующий вопрос. Почему я считаю? Меня спрашивают, что сдельная оплата приведет к понижению зарплаты. Ну, я объяснил. Дальше. Мне 35, пишет нам слушатель. Сейчас работаю в логистике, не думаю, но думаю стать программистом. Но на ВУЗ уже времени нет. Посоветуйте, как быстро стать востребованным специалистом, с чего начать, что изучать. Во-первых, почему на ВУЗ нет времени? Большое количество ВУЗов, которые в заочной форме обучения без проблем вас примут. Это первое, что я бы посоветовал. Все-таки попробовать заочно какой-то ВУЗ. Вам это будет полезно, вы многое узнаете. Второе, это начать что-то делать. Вам нужно идти и искать какую-то работу. В IT. Пускай вам дадут какую-то работу. Тестером, настройщиком чего-то. Но только не в HR. Пытайтесь попасть именно в IT, в техническое русло. И пусть вам что-нибудь дадут. И просто примите, что следующие примерно лет 10 вы будете кое-как существовать. Вам будет некомфортно. Примерно, может быть, если вы талантливый, то лет 5. Но это не будет 3 месяца. Вы через 3 месяца не станете IT-шником. Вы должны согласиться с тем, что вы сильно проигрываете сейчас. Вам действительно 35, а не 16. И вы стартуете поздновато. Но это не значит, что нужно не стартовать. У вас есть желание, это главное. Стартуйте. Ну, подготовьтесь к тому, что к 45 вы будете стоящим специалистом с зарплатой, которая вас будет более чем устраивать. Если у вас есть готовность эти 10 лет потратить на подготовку себя, которые нужно было потратить, начиная с 14 лет, и вы бы в 24 были бы уже качественным специалистом. Но вы не потратили, вы на что-то другое потратили. Таких людей очень много. И я могу и про себя во многом так сказать. Ну, ничего, еще десяток и все будет хорошо. Так, дальше. На неделе был представлен искусственный интеллект Девин, способный полностью заменить инженера-программиста. Он выполняет целые проекты и самообучается. Как думаешь, через какое время он сможет нас заменить? Я не думаю, что нас искусственный интеллект заменит, как программистов, именно в таком формате. То есть искусственный интеллект, пишущий за нас программу. Тоже много раз мы это обсуждали. Я думаю, что это Девин, во-первых, это в чистом виде маркетинговая накрутка. Судя по количеству хайпа и судя по интенсивности сообщений об этом продукте в соцсетях и везде, где можно было о нем услышать, везде мы услышали. Но это лишь говорит о том, что за ним стоит тот, кто хочет на этом получить деньги. Видимо, здесь хотят сделать какую-то продажу бизнеса или получение инвестиций. И нас используют как этих лайкеров, которые вот так вот, как мы сейчас с вами сидим, обсуждаем. Это определенная накрутка дает этому бренду. Помогаем ему получить какие-то там очередные 50 миллионов долларов. Ну и на этом, скорее всего, все. Так что я отношусь к этому без особого, без восторга. Я думаю, что искусственный интеллект, он все-таки нам поможет в формате ревью кода, в формате микроизменений по коду, в формате такого микропомощи, а ни в коем случае не как целиком инженер-программист, как бы это ни звучало, привлекательно для бестолковых инвесторов, которые, безусловно, существуют и которые думают, что нужно вкладывать именно в полную роботизацию, в такого магического робота, который, может быть, даже еще и перед компьютером будет сидеть и металлическими пальцами нажимать на клавиши. Это такая фантазия. Фантазия для инвесторов. Дальше вопрос. Нам говорят, что все плохо и будет еще хуже. Руки иногда отпускаются от этих новостей. Панические атаки. Что мне делать? Я думаю, что много правды в том, что нам говорят. С одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что люди продают нам хаос. Я где-то в каком-то из роликов говорил об этом. О том, что сейчас продуктом является турбулентность. Продуктом является именно то, что произошло у вас в голове. Точнее, продуктом является то, что привело к такому состоянию у вас в голове. Вам продали медиаповестку. Вам продали политическую повестку. Вам продали военную повестку. Вам продали экономическую повестку. Вам продали очень много раздражителей. Очень много. Целый набор, целый пакет раздражителей, которые на вас подействовали. И вы попали в такое состояние, в эту турбулентность. И это здорово для тех, кто это планировал сделать. Для чего это делается? Здесь можно фантазировать. Можно всякие теории на эту тему строить. Зачем нас расшатывают? Зачем нас так разбалтывают и не дают спокойно существовать? Одна из, наверное, самых близких мне теорий, это делается для того, чтобы эти круги по воде, которые пускаются, они из какого-то центра же идут. И вот в этом центре кругов-то нет. И находясь в этом центре, и попав в этот центр, и захотев попасть в этот центр, вы становитесь человеком, находящимся под защитой. Человеком, который очень ценит, очень бережет, очень дорожит тем, что он попал в эту точку, в этот центр, в этот эпицентр взрыва. Все, кто оказались на периферии, это типа мы с вами. Это жители всяких отдаленных окраин, типа России, жители, я имею в виду экономических окраин, потому что Россия, она и научная, и экономическая, все-таки окраин. Вот все, кто находится в этих окраинах, они, конечно, этими волнами, которые движутся от центра, они очень сильно болтаются. А те, кто сидит в центре и работает над новыми версиями искусственного интеллекта и пожинает плоды всех достижений человеческой цивилизации, то у них все комфортно. Думаю, что как-то так. Это, по крайней мере, та версия, которая мне кажется наиболее полно объясняющим то, что происходит. Потому что, если посмотреть на действительно увеличивающийся постоянно эту болтанку, которая в мире только набирает обороты, то, конечно, возникает у меня такой же вопрос, как у вас. Что с этим делать? Потому что, действительно, панические атаки, у меня пока их нет, но если бы я не был конспирологом в душе и коммунистом по политическим воззрениям, то мне было бы тоже нехорошо. Так, идем дальше. Что я думаю по поводу того, как начинающему Java-разработчику максимально оптимальным путем развивать свою карьеру и на что делать упор в профессиональном развитии? Без этого вопроса мы не обходимся. На каждом эфире мы его задаем. Я думаю, что нужно находить что-то, что бы называлось не Java-разработчик. Очень похожий вопрос задавали перед этим несколько эфиров назад. Каждый раз вы спрашиваете, что мне, как Java-разработчику, делать? Вам нужно перестать быть Java-разработчиком. Вы должны стать более узким разработчиком. Вы должны быть чем-то, кем-то, у кого есть что-то более выпуклое в его карьере, в его портфолио, чем Java-разработчик. Вы должны быть разработчиком какого-то продукта или разработчиком какой-то технологии или разработчиком какого-то open source решения. Пока вы Java-разработчик, у вас карьера будет идти вместе с потоком. Вы будете, как все на рынке, получать определенный толчок вперед или определенный рост у вас будет, который ничем особо отличаться от карьерного роста других людей не будет. И здесь вам никто не поможет, потому что вы такие же, как все. Почему у вас должен быть карьерный рост больше, чем у других? Непонятно. Просто развивать карьеру, ну, ходить на работу, читать книжки про Джаву, кодить. Вот вам будет стандартный карьерный рост, как у всех. Дальше. Как оцениваете качество работы программистов? Отличаются ли способы оценки для программистов в R&D и в продуктовой разработке? Ну, мы оцениваем, я, по крайней мере, оцениваю несколькими метриками, которые и вам рекомендую. Для меня программист это человек, который пишет код. Код попадает в репозиторий через пул-реквесты. Чем больше человек сделал пул-реквестов, тем он для меня более производительный программист. Вот простая оценка. Я не знаю, почему ее не использовать и что в ней плохого. Точнее, я знаю, что в ней плохого и на что обращают внимание все те, кто нас сейчас, может быть, слушают и возмущаются такой примитивной, на их взгляд, наверняка, метрикой. Но для меня она очень простая, очевидная. И к ней можно добавить еще несколько метрик. Туда можно добавить, допустим, количество дефектов, которые программист нашел и о них сообщил, сделал баг-репорты. Туда можно добавить количество релизов, которые программист выкатил на продакшн. Туда можно добавить количество код-ревью, которые сделал программист, чужих пул-реквестов. Все это можно сложить в пакет и назвать комплексом метрик. Но это не сложно, эти метрики совершенно. Просто внедрить их будет сложно. Вот вы у меня спросили, вы же спрашиваете для чего? Для того, чтобы пойти и попытаться это внедрить. У вас не получится, скорее всего. Потому что, как я сказал, вы не сможете никуда дальше эту оценку применить. Вот вы оцените работу программистов и увидите, что Сережа, сидящий за этим столом, он двоечник. А вот Петя, сидящий справа от вас, он отличник. Что дальше? Что с Сережей-то делать? И что с Петей делать? Ладно, Сережа, мы можем проигнорировать, что он двоечник. Но с Петей-то что делать? Хочется же Пете дать зарплату в пять раз больше, чем Сереже. А возможности такой нет. Ни один начальник вам такое не утвердит, потому что они одинакового возраста. Они закончили одинаковый университет. У них одинаковые компьютеры. Они приходят одинаково в девять утра на работу. Оба улыбчивые, хорошие ребята. Может быть, даже этот, который отличник, еще и менее улыбчивый. Он какой-то грустный постоянно, молчаливый какой-то. Давайте ему вообще снизим зарплату. Это прямо он заслуживает. Что-то он как-то некомандный игрок. Ну да, пишет он много кода, но игрок-то он некомандный. Это же важно. Давайте ему пока не будем повышать зарплату. Ну и так далее. То есть, что вы будете делать с этими метриками? Вы должны начать с этого. Вы должны начать с инструментов, с механизмов, с рычагов, которые у вас есть для воздействия на ваш персонал. И посмотреть, какие они у вас есть. Что вы можете сделать на выходе. И под это уже подстраивать свои метрики. Под это уже смотреть. А как мы можем... Ну допустим, у вас есть возможность... К примеру, дал вам начальник, спустил с самого верху, например, призовой фонд какой-нибудь. Миллион рублей, например, в год. И сказал, вот вы можете в своем отделе миллион рублей в конце года распределить. Вот. У вас появился некий рычаг. Вот тогда вы можете спрашивать. Как бы... Тогда ваш вопрос будет звучать поконкретнее. Вы спросите, у меня есть бюджет, который мне нужно в конце года распределить. Как бы вы посоветовали это сделать? На какие метрики опираться? Это будет более предметный разговор. Или допустим, вам скажут, мы вам разрешаем в конце года одного человека уволить. Без всяких мнений отдела кадров, без объяснения причин, без... Без вот этих вот сложных историй с трудовой книжкой, без... Вот вам скажут, что мы поможем вам. Вот у нас отдел кадров, он вам поможет в конце года. Того, на кого мы пальцем, вы пальцем покажете. Мы его сможем уволить. Поможем вам это все сделать. Не будем у вас спрашивать, почему вы это делаете. Не будем вам рассказывать, что нам очень важно удерживать персонал. Что нам очень важно сохранить коллектив. Мы просто поверим, что вы, как менеджер, приняли правильное решение. И мы одного человека kick out. О, прекрасно. Теперь возникает вопрос. А как бы нам его выбрать? Как бы сделать так, чтобы весь год команда знала об этом? Что такое, такая жертва будет принесена в конце года? И мы бы к этой жертве органично пришли. Без каких-то травмирующих последствий. Травмирующих побочных эффектов. Чтобы команда не разбежалась. Чтобы, может быть, какие-то хорошие игроки в команде не сбежали, зная, что будет такой финал в конце года. А именно, может быть, даже ушли плохие, опасаясь такого позора в конце года. Тогда будем разговаривать предметно. Идите от действий конечных. Следующий вопрос. Что я использую для управления временем? Заметок и базы знаний. Разделяю ли я личный календарь или вики, рабочая? Ну, я вначале рассказывал о том, как я управляю временем. Сказал, что я им плохо управляю. И стараюсь делать так, чтобы это интуитивно получалось. То есть, чтобы у меня были такие задачи, которые меня сами ведут. Чтобы у меня были интересные задачи. Когда я вижу, что мне нужно управлять своим временем, то значит, у меня что-то с постановкой задач какая-то проблема. Значит, они неинтересные, некомфортные для меня, неважные для меня. Может быть, несрочные. Вот я их выставлял себе, и что-то мне не делается их. Вот как-то я то не успеваю, то не заканчиваю. Я начинаю перепланировать. Понимаю, что не то я себе поставил, не те задачи. Должно быть все органично. Должно быть так, что вы с утра просыпаетесь, ноутбук открыли, и вам такую радость этим всем заниматься, что вы думаете, хоть бы этот день не заканчивался. Где бы мне еще время, чтобы пусть это то, чем я занимаюсь, длиться нон-стоп. А потом, о, смотри, уже вечер. Ну ладно, жаль. Скорей бы, знаете, как, скорее бы ночь до снова на работу. Ну, это вот идеальный такой формат. И вам не нужно будет ничего планировать. У вас эта задача отпадет. Так, вопрос. Каково это радоваться и поддерживать агрессию в сторону страны и ее граждан, будучи при этом уроженцем и гражданином этой же страны? Так, это, я так понимаю, страна, видимо, речь идет о Украине, потому что я гражданин Украины. И я, видимо, поддерживаю агрессию в сторону страны и ее граждан. Ну, я не поддерживаю агрессию в сторону страны и граждан. Я вообще не поддерживаю агрессию. Если вы тут про политику хотите поговорить, мы много раз этой темы касались, я не сторонник агрессии, тем более военной агрессии. У меня про это есть статья на моем блоге, которую я написал еще в 2017 году, и там я вполне четко сказал, что я не считаю военный конфликт актом, помогающим государству. Я считаю, что это всегда акт, направленный на удовлетворение интересов правящей элиты, а не простых граждан, трудящихся. А я за трудящихся, за их интересы. Так что я в принципе против агрессии. Это первое. Второе. Вы говорите, что агрессия, то есть вы имеете в виду, я так понимаю, агрессия России против Украины, что она направлена против граждан. Я не думаю, что она направлена против граждан. Она скорее направлена против небольшого числа граждан, которые многие из них являются гражданами других государств одновременно. То есть она направлена против руководства, против элиты Украины, которая делает, на мой взгляд, вещи, которые несовместимы с интересами действительно граждан Украины. Я гражданин Украины, и я об этом писал. У меня есть блог политический, я на нем писал еще пять лет назад и шесть лет назад. Писал, например, там у меня есть статья, почитайте, она называется «Моя ли эта страна?». То есть я задаю вопрос. Вот у меня такой президент, вот у меня, это тогда еще был Порошенко, вот у меня такая политика внутри страны, а я вот в ней живу, я ее гражданин. И я вот не чувствую себя ее гражданином. Я чувствую, что против меня делается все, что, или многое, что делается руководством страны. Тогда еще не было никакой войны, не было никакой агрессии военной. И я уже тогда видел, что руководство страны воюет против меня. Вот я не вижу, как руководство Российской Федерации сейчас вредит своим гражданам. Такого у меня нет ощущения. Я бы написал про него. Я в тот момент в Украине жил. То есть я не стеснялся в выражениях. Я могу то же самое написать про руководство Российской Федерации. И у меня есть на блоге статья и против Путина в том числе. Я в то время писал и критиковал его тоже. Так что я не... Я за мир, однозначно. Однозначно за мир. Но если есть люди, которые вредят своим же гражданам, если люди, которые разрушают свою же... Эксплуатируют то место, которое когда-то было... Ну, не когда-то, а есть по-прежнему моей родиной, то на чьей я должен быть стороне? То есть моя родина захвачена людьми, которые поставили свои цели или им поставили цель превращения этой территории во что-то, что мне не нравится. Вот что я должен при этом? Я должен продолжать ее любить и защищать? Я должен продолжать быть на их стороне, на стороне этих людей? Какая логика в этом? Почему я должен так действовать? Еще раз подчеркиваю, я это все говорил в 17-м году. Я повторяю просто те же слова. Я не хочу быть на стороне. Это не моя страна. Я не чувствую ее своей. Хотя это любимое мое место. Я там родился. Я там прожил первые 20 лет своей жизни. Там мои родители, там все мои предки. Я на украинском языке разговаривать умею. Так что тут не все так однозначно. Нельзя говорить, что... В общем, не просто все здесь. И надо понимать. Так, дальше идем. Пробовали ли вы какие-то IDE, кроме тех, что производит JetBrains? Удалось ли найти достойную альтернативу? Я начинал с других IDE. Я когда-то работал на Eclipse, как мы все или как многие старшего поколения. Потом я работал на NetBeans. Такой был прикольный IDE, который мне нравился достаточно несколько лет точно. А потом JetBrains стал как-то более популярен. И сейчас, мне кажется, JetBrains это номер один решение. И я не вижу смысла пробовать. Ну, я попробовал VS Code. Ну, во-первых, мне Microsoft не симпатичен, в принципе, как компания. А во-вторых, мне кажется, он все-таки хуже, чем JetBrains. Чем эти IntelliJ. Так что я с JetBrains. Знакомы ли вы с COB? Концепция общественной безопасности. Очень интересно ваше мнение. Спасибо. Ну, я знаком, да. С COB. Смотрел какие-то видео. Их. Мне кажется, что это... Это... Ну, некая... Я могу сейчас ошибаться. Я не так хорошо знаком, чтобы я сказал вам точно, что я понимаю, что они хотят. Что я понимаю... Там, по-моему, Федоров, да? Или кто там у них один из главных. Что они хотят конкретно. Я понимаю, что они за текущую власть. Они не против ее. Но они вроде бы как такое более радикальное крыло, которое выступает за еще большую радикализацию всей такой пророссийской активности. Я не сторонник радикализации таких пронациональных устремлений. Я все-таки интернационалист. Я за то, чтобы весь мир был одной большой страной. И не было разницы между русскими и украинцами, и русскими, и немцами. Я думаю, что это деление, оно искусственное. Оно нужно было 200 лет назад, когда были действительно... Хотя, может быть, и тогда это было тоже во многом сделано правящими эксплуататорами и феодалами, и теми, кто не трудился, а эксплуатировал людей. А если посмотреть на людей, трудящихся, то им не нужно разделять территории на разные страны и ставить между ними границы, и потом выступать за наши собственные национальные интересы. Давайте только Россия для русских или Польша для поляков. И ни в коем случае мы будем таможню установить, мы будем брать пошлины, мы будем поднимать наш флаг, мы будем нашу культуру развивать. Я не считаю, что это ведет к процветанию. Я думаю, что интернационализм ведет к процветанию. Так что к КОБ я отношусь с подозрением. Либо они не очень понимают, что это нехорошо усиливать эту национальную гордость в плохом смысле. Для меня национальная гордость всегда в плохом смысле. Мне не нравится быть украинцем или не нравится быть русским. Я считаю, что и то, и другое ведет к разобщению и деградации в стратегической перспективе. И те, кто нас подталкивает в сторону самобытности, самоопределению, национальной идентичности, национальной целостности, это все наши враги, которые нас туда толкают. Которые нам рассказывают, что вы, ребята, русские, вы должны сплотиться. А вы, ребята, украинцы, вы должны сплотиться. Потому что в итоге эти две группы сплотятся, а выигрывает третья группа, которая им это навязала, эту идею. Разделяй и властвуй. Эта концепция ей много лет. Дальше. Следующий вопрос. Отказ в найме с формулировкой оверскил. Как лечить? Упрощать резюме? Тупить на собеседовании? Приходилось ли вам отказывать с такой формулировкой и почему? Мне отказывались с такой формулировкой пару раз в жизни. И мне было приятно, что так получилось. Потому что я думал, о, как здорово. Я вот кого-то удивил своими знаниями, своим резюме. Мне было приятно. Если вам так отказали, ну, чего вам волноваться-то? Не надо тупить на собеседовании. Просто идите, ищите дальше. Ищите еще рынок. Расширяйте рынок поиска. Пишите в другие компании. Не надо себя тормозить. Мой такой совет. Так. На работе... Следующий вопрос. На работе одновременно нужно заниматься проектами на Angular, Node.js, Python, Spring и так далее. Стоит оставаться в таком стеке или правильнее найти что-то более узконаправленное? Ну, вы знаете, я сам такой мультистековый программист. И, к сожалению, а может быть к счастью, у меня... Посмотрите на GitHub'е проектов на разных языках программирования есть. И если бы я... У меня было бы больше времени, я бы, может быть, еще бы больше писал этих проектов. Думаю, что это, наверное, нехорошо. Это приятно. Это такая прокрастинация. Это удовольствие. То есть вместо работы мы получаем удовольствие в форме кодинга. Но, конечно, большего успеха добиваются люди, которые, я уже так говорил, более скучные. То есть, чтобы быть успешным в технической сфере, да и, наверное, в любой сфере, нужно быть таким достаточно скучным, скучной персоной. Такой не ищущей, не пытливой, не пытающейся найти ответы на многие вопросы, не пытающейся разнообразить свою жизнь. А вот что дали, то и делаю. Вот начал это делать. И 20 лет подряд одно и то же человек делает. И смотри, он успешный. У него и компания построилась, у него и технологии он хорошо понимает, у него и машина, и квартира, и две дачи. Но для этого он 20 лет подряд делал то, что многие из... Я бы, например, не осилил бы этим заниматься. Просто мне через два месяца станет просто неинтересно, и я захочу попробовать что-то еще. А вот в этом почему бы нет? А здесь чего-то не хватает? Я вижу здесь проблему. Давайте сюда. Причем это не значит, что я буду сидеть дома и думать, так, мне все надоело, нужно заняться чем-то другим. Это просто возникает возможность. Допустим, звонит знакомый и говорит, а не хочешь ли ты почитать лекции в университете? Если бы я был человеком первой категории, я бы сказал, знаешь, очень много задач сейчас, очень много работы, лет через пять. Я, наверное, подосвобожусь и обязательно об этом подумаю. А я говорю, нет, конечно, класс, лекции в университете, это же так интересно. И соглашаюсь. Но я же в этот момент чему-то отказываю. Я же отказываю своему основному направлению, по которому я шел. Я от него беру какую-то часть времени и отрываю. И таких у меня много направлений. И в итоге получается на выходе не то, что могло бы быть. Вот вам это отвечаю на этот ваш вопрос. Если вы делаете много разного, вы получаете много интересных эмоций, много опыта разного, но на выходе у вас будет результат хуже. Поэтому, если хотите результат, то сфокусируйтесь. Следующий вопрос. Как ты смотришь на идею постановки целей обучения для программиста через сертификации? Например, я хочу разбираться в сетях на базовом уровне, но не знаю, какие критерии мне нужно выставить. Безусловно, это лучший способ. Это вообще самый лучший способ стать экспертом в какой-то теме. Это поставить себе целью получения сертификатов. Сертификатов разного рода. Есть и промышленные сертификаты, которые за деньги, которые в центрах сертификации сдаются. Там фирмы Oracle, фирмы IBM, фирмы Microsoft. Я такие тоже когда-то получал. А есть курсеровские всякие сертификаты и более простые сертификаты. Получайте их. Это очень мотивирует на обучение, это очень заряжает и помогает вам заполнить пробелы в вашем образовании, в ваших знаниях. Вы, какой бы вы ни были эксперт по Java, все равно у вас есть какие-то области, которые вы не знаете. И если вы будете получать Oracle сертификат по Java, вам придется все эти пустые места заполнить. Вам придется все изучить. Вы не сделаете это, если не будет задачи получить сертификат. Так что сто процентов делайте это. Следующий. Какие места в Москве и России можете посоветовать посетить во время путешествия? Вы знаете, я посещаю... Последнее время мне нравится путешествовать по России. Я был в Костроме, я был в Ярославле, я был в Нижнем Новгороде, я был в Переславль-Залесском. Это вокруг Москвы. Я был в Питере, я был в Новосибирске, я был в Красноярске, я был в Санкт-Петербурге, в разных городах, в Лизане, в Казани, в Самаре. И везде прикольно. Действительно, все это выглядит сейчас симпатично. Симпатично. Все выглядит приятно, красиво, отели новые строятся. Это, безусловно, не Москва. Безусловно, там с дорогами еще по-прежнему есть вопросы. Но очень много ты видишь, где ремонты идут, очень много... Ну, явно, видно, что рост идет, рост, экономический рост. И это приятно смотреть, интересно, ходить по этим кафе, по ресторанам. Удивляет только, что цены там, как в Москве, в большинстве случаев. То есть поехать в какую-то, условно, в Нижний Новгород и там ожидать, что в ресторане вы заплатите в два раза меньше, чем в Москве, не получается. Вы примерно так же и платите, как в Москве. И это меня, конечно, удивляет. Казалось бы, должно быть дешевле. Но вот это единственное, что меня возмущает. А в остальном я получаю большое удовольствие. Я даже не хочу сейчас ехать за границу. Вот я в прошлом году был в Турции, был в Египте. И я получил только негативные эмоции. В основном. Ну, не только. Там, конечно, было море, но в основном это был негатив. Я не понимал, зачем я заплатил эти деньги, когда я получаю некачественную еду, эту турецкую, хотя я был в пятизвездочном отеле, она значительно хуже, чем еда в Москве. Я получаю кое-какое проживание, которое по качеству ниже, чем какой-нибудь петербургский пятизвездочный отель, там, бутик-отель, которым в два раза дешевле будет стоить проживание, а качество будет в пять раз выше. Я получаю некачественный персонал, который а, не говорит по-русски, б, не говорит по-английски толком, и смотрит на меня из-под лобья. И плюс к этому я получаю еще весь этот проблемы с этим трансфером, перелетом, таможней, полицией, регистрацией в этих всех очередях, потом такси, потом приехали, уехали, я приезжаю туда, неделю сижу на этом море, смотрю на него, получаю целый заряд дискомфорта, возвращаюсь счастливым в Москву, и думаю, боже, я никуда больше отсюда уезжать не хочу. Вот такая вот схема действий. И я за локальный туризм сейчас, в текущих условиях, я думаю, что всякие Сочи, Краснодары и так далее, Геленджики, я тоже там был, они, конечно, должны быть подтянуты до уровня турецких курортов и отелей, но это в ближайшее время, и я бы ездил только туда, и не обязательно туда, есть и путешествия по остальной части России. Вот вам мое такое ощущение от туризма за последние годы. Часто судьба хороших инженеров складывается переходом их в менеджерскую деятельность. Считаешь ли ты это развитием? Ну, к сожалению, я вижу, я согласен, есть такой, не то, что тренд, это так было всегда, это не тренд последнего времени, так было и, наверное, так будет. Это, конечно, обидно это видеть, и не должно быть так. Не должно быть так, это люди делают по двум, наверное, причинам. Первая причина, они вот вы говорите хорошие инженеры, в основном они не хорошие инженеры, они старые инженеры, они просто инженеры, которые долго и много кодили или работали в технических позициях, но им за это время очень сильно надоело это все, им очень надоело возиться в этом грязном, некрасивом коде, который пишут такие же бестолковые программисты, как они, ну я сейчас немножко с иронией говорю, но как мы все, они толком не умеют контролировать качество кода, они толком не знают, как делать правильную архитектуру, они знают что-то, они в этом что-то копошатся многие годы, и у них накапливается раздражение от всего этого. Я сам помню, до того, как я перешел на Elegant Objects, у меня было ровно такое же отношение, мне было противно этим заниматься, я понимал, что ради денег надо это делать, конечно, но, конечно, было бы идеально, чтобы я ничего не кодил, а только имейлы читал, а для меня бы кодили вот эти все на галерах бы сидели, кодили, а я бы деньги считал и на имейлы отвечал, это вот идеальный карьерный рост. А когда ты начинаешь кодить с интересом и делать это качественно, то у тебя происходит переход в другое состояние, но он уже не происходит у многих, большинству он недоступен, поэтому это не хорошие инженеры, старые инженеры, старые инженеры переходят в менеджерскую деятельность. Первая причина, что им просто надоело, а вторая, конечно, в том, что денег больше платят менеджерам, к сожалению, это плохо, так не должно быть. Я считаю, что инженер должен, конечно, получать больше, а менеджер должен получать как секретарша. То есть менеджер это в хорошем, в правильном менеджменте, где менеджмент действительно настроен и прописан, и понятные, прозрачные правила этого менеджмента, то на роли директора департамента должен находиться девчонка 25 лет, которая просто умеет вовремя заполнять все таблички, умеет хорошо пользоваться имейлом, быстро понимает в этих Excel-таблицах, ничего не забывает, организованная, энергичная и все. Не нужно для этого понимать, как мы программируем, для этого не нужно понимать суть техническую, нужно понимать менеджмент, а менеджмент и программирование они не должны пересекаться. Так что вот вам мой ответ, я думаю, что это конечно... Но для программиста вы спрашиваете, правильно ли это развитие, считаю ли я это развитием, я это не считаю развитием, я считаю, что это самоубийство, что ли, профессиональное, у вас не получилось стать действительно хорошим инженером, не у вас лично, а у этого человека, не получилось стать действительно хорошим инженером, и поэтому такой происходит выход в этот выход в открытый космос а именно в менеджмент и дальше и к сожалению среда еще и благодарит за это еще и еще и приветствует такое решение говорит молодец вот тебе еще и прибавка к зарплате человек расписывается в собственность профнепригодности расписывается в том что ему не получилось у него за всю жизнь стать человеком который получает удовольствие от программинга и и и би бизнес и и среда ему еще и за это благодарность объявляет это не гуд дальше следующий вопрос я стартовал в 42 сейчас 45 пилю бэк-энд в крупном банке сложно много усилий впереди еще большой путь развития но все достижимо ну дмитрий вот спасибо вам за комментарий все достижимо если бы вам было 52 и вы бы начали 52 это был тоже была бы не проблема у меня был опыт работы с человеком мне было тогда может быть 35 а ему было где-то 49 или 50 и он изучал php и я его учил писать юнит-тесты на php он не знал вообще что такое юнит-тесты он не знал как правильно и он получал большое удовольствие и мы с ним вот я делился с ним знаниями я видел как он растет как ему интересно он как как студент со мной я его ощущал как будто ему 18 лет он прям с удовольствием каждое утро спрашивал у меня это в европе было спрашивал у меня как здесь как здесь я ему помогал подсказывал ему было под полтине почти уже 50 может быть даже больше ну такой взрослый седой уже дядька то есть что у него было до этого 50 лет я не знаю то ли он что он делал какая у него была судьба какая бы она ни была всегда можно стартовать с нуля и получать удовольствие следующий вопрос на наш на ваш взгляд спрашивают у меня джуну без опыта надо искать работу в большой компании или куда возьму лишь бы получить опыт я уже отвечал старайтесь искать большую компанию чем более крупная компания тем лучше мелкие компании старайтесь обходить я вообще сторонник больших компаний я такой сторонник государственного что ли социализма и считаю что мелкие компании это больше такие люди пытающиеся сорвать куш в основном люди пытающиеся как-то выжить и в области айти мне кажется сейчас уже в россии думаю большинство из россии меня слушают россии сейчас уже много больших компаний и это время этих частных предпринимателей она уходит мы все переходим на более спокойную нормальную понятную работу где люди трудятся они бизнес делают где люди каждый день идут на работу выполняют свою работу и прикладывают свои усилия и помогают другим людям с чем-то они пытаются предпринимать не пытаются быть остапами бендерами и где-то что-то сорвать где-то что-то увидеть какие-то недостатки склеить где-то одно с другими и смотри здесь купил подешевле тел под здесь продал подороже и вот я уже бизнесмен я уже предпринимать этого становится все меньше и меньше и власть я вижу выдавливает эти все вот эти ростки частного предпринимательства ну и на мой взгляд правильно его давление на него оказывать чтобы люди вместо того чтобы быть предпринимательными шли на завод шли на фабрику и работали руками головой ну работали там где уже налажен менеджмент там где уже есть иерархия там есть уже крупные структуры отвечающие отвечающие за предпринимательство за управление ваша задача только дело делать так следующий вопрос вы написали что вас обнулили на стек оверфлоу с чем вы это связываете ну не обнулили они меня они меня поставили в бан такой временный на 7 дней вот он через два дня заканчивается но они сказали что это связано с тем что я слишком часто делаю рекламу своих продуктов опенсорсных вместо того чтобы помогать им без этой рекламы то есть допустим человек написал вопрос как мне в java прочитать строчку текста из файла я ему пишу ну вот возьми мою мою библиотеку и прочитаешь а я как раз специально ее сделал для этого они мне говорят не надо так отвечать ну я они не говорят конкретно но я понимаю какая у них мысль они говорят и скажи вот возьми библиотеку апачи и с помощью нее прочитай и моя проблема в том что мне лень отвечать если там будет про апачи я меня есть чем заняться вместо этого я иду туда если я нахожу какой-то вопрос где я я могу быть полезен то есть моя библиотека будет полезна тому человеку который спрашивает тогда я включаюсь и отвечаю а просто сидеть там часами и отвечать о том как джавой пользоваться нужно это делать для этого создан стек оверфлоу но у меня конкретно на это нет времени ну и они меня в этом уличили и говорят вот давай ты поменьше к своего рекламируй ну я понял принял это эту мысль просто я думаю что большинство людей которые на стек оверфлоу них ситуация обратная у них нет особо много своих библиотек но есть свободное время и вот они обучают других людей это очень благородное занятие безусловно они рассказывают например отвечают на вопросы по джаве такие общие вопросы что такое в джаве там наследование или почему у меня вот этот код на джаве не работает и он заходит и объясняет почему он не работает и это супер если эти люди есть потому что я сам ими пользуюсь я задаю вопросы мне кто-то отвечает при этом не рекламируя свои библиотеки а просто просто объясняет как на языке перл сделать подстановку регулярного выражения но я не не отношусь к этой группе людей я у меня другой профиль совершенно противоположный меня наоборот времени на такое нет практически вообще 0 я наверное вопросов на стек оверфлоу просто общего порядка ответил может быть но десяток за все свои десять лет там работ вот не меньше десятка а всего я ответов там сделал наверное штук 700 из них всего лишь 10 наверное я вот ответил людям об вообще в общем я не я статистически я для них выгляжу действительно как как спамер который рекламирует свои личные продукты ну так я все понял сказал я все понял я больше не буду ну и буду теперь значит не буду рекламировать продукт такая но это не вина комьюнити не значит что они токсичны это ни в коем случае они прекрасно у них комьюнити они мне очень нравятся это нет какой-то там зависти нет какой-то там злости просто я не попался я статистически выгляжу не как все и конечно мне на это указывают говорят смотри вот все себя ведут хорошо а ты ведешь себя странно поэтому давай как-то веди себя тоже хорошо буду стараться дальше следующий вопрос с идея с пол реквестами может привести к хакингу пишут мне системы через бессмысленные и тупые пол реквесты в несметных количествах из разряда их из разряда исправил одну букву все же нужно учитывать контекст задачи ну система пол реквестов она же не в воздух они отправляются они же попадают к людям и люди жить должны сделать ревью и после этого сделать accept и сделать мерч то есть конечно если вы будете считать пол реквесты которые человек отправляет сам к себе в репозитории самых мержет то наверное будет хакинг да наверное это будет странно но у вас же команда то есть один отправляет другой принимает если один будет отправлять пол реквесты с одной буквы измененной то на втором пол реквесте у него спросит тот кто принимает ты что делаешь я не буду больше принимать их у тебя и на этом все остановится весь хакин что я тут не вижу проблемы так следующий вопрос если уже понимаешь что айти зайдет есть склад ума и желание но куда именно войти развиваться пока непонятно то есть как на начальном этапе увидеть откопать в себе куда именно войти развиваться ну я думаю что куда именно развиваться надо чтобы было надо как-то почувствовать проблему почувствовать проблему и почувствовать желание и решать должна быть какая-то боль которую которую вы сможете увидеть и вам покажется что вас это цепляет плохо если это просто желание заработать плохо если это просто желание обогатиться потому что войти есть деньги и вот нужно просто выбрать и вот мы сейчас выберем какое-то направление и по нему пойдем это так работать наверно не должно не сработает лучше начать с чего-то в этом самом айти ну например просто пойти действительно в компанию и поработать там программистом на java на чем-то на базовых зарплатах на базовых уровнях с самого старта и посмотреть что происходит посмотреть что люди делают как они это делают получается ли у них какими инструментами они пользуются послушать открыть уши закрыть как это сказать закрыть рот открыть глаза и начать наблюдать в какой-то момент должно что-то такое получится появиться что вам покажется вот я бы это исправил вот мне это не нравится как как это происходит, как сейчас все устроено. Если это не появляется, ну, подождите, не надо спешить. Это может появиться через пять лет после работы, после начала работы в этом самом IT. Можно и пять лет погулять и посмотреть. Ну, пока вы гуляете, читайте книжки, обучайтесь, набирайте уровень. Потому что вы же увидите проблему, многие обращаются, пишут, я вижу, многие говорят, все проблемы решены. Я, мол, хожу на работу, мы кодим что-то, но я не вижу, где есть недостатки. Я не вижу, чего не хватает. Вот я не знаю, какой мне сделать open-source проект. Я бы и рад бы, у меня, наверное, есть желание и время какое-то свободное. Ну, что именно сделать? И это частый вопрос. Я думаю, что он возникает, когда просто уровень пока еще недостаточно. То есть вы не добрались еще до такой точки, где вы бы могли оценивать ситуацию с высоты птичьего полета. Вы так еще не взлетели высоко. Как это сделать? Ну, читайте, просто тратьте свое время на прочтение книг, на изучение расширения кругозора. Такую активность. Вот считайте, что вы находитесь на этапе подготовки. Дайте себе возможность подготовиться. Не требуйте от себя сегодня этого решения. Дайте себе три года. Вот возьмите три года и решите, что за эти три года я прочитаю 30 книг и напишу там аналитические статьи, допустим, пишите. Вы можете брать какие-то технологии и их описывать. И писать какой-то журнал, статьи о тех или иных технологиях. Вот сейчас этот искусственный интеллект, большие языковые модели, это просто какое-то бездонное, мне кажется, дно, бездонная бочка, точнее, из которой можно эти идеи черпать. Ну, просто ложка. Я сам уже понимаю, что пора этим, мне кажется, активно заняться и туда. Потому что такое ощущение, что все IT в ближайшие годы переместится туда. Ну вот, а там неизведанного, не исследованного практически все. Просто поставьте себе цель прочитать за ближайшие три года основные ключевые статьи, написанные в этой области, разобраться, сложить некий такой, некий аналитический, может быть, обзор для себя. Вот Хабр есть для этого. Прочитали статью иностранную, разобрались в ней, сделали обзор, напубликовали на Хабре. Прочитали статью, выпустили какое-нибудь видео на Ютубе, где вы рассказываете о том, как эта статья, о чем она, что там написали. Научная статья. Но рассказывайте простым языком. Это было бы тоже очень интересно. Но дайте себе время. Я думаю, что большинство людей именно пытается себя подгонять и говорит, мне нужно завтра решить, что я буду делать. Завтра мне нужно принять это решение, потому что вот... Нет, нужно время, чтобы попасть куда-то в какое-то хорошее место. Мне кажется, нужны годы, а не месяцы. Так, еще пару... А, мы уже овертайм. Так, ну все, я выбираю один вопрос и мы заканчиваем. Так, выбираю, выбираю. Ну, давайте вот этот. Посоветуйте вуз в Москве, куда пойти учиться заочно. Ну, я бы все-таки старался выбирать вуз из как-то большой пятерки или как они называются. Есть вузы в России, которые явно признанные как топовые вузы. Это МФТИ, ИТМО, Высшая школа экономики, МГУ. Ну, наверное, вот, я надеюсь, никого не забыл, не обидел. Но это такие топовые ребята, в которых вы будете... Во-первых, вы столкнетесь с максимально качественной системой образования. Я не говорю, что вы столкнетесь с максимально качественными преподавателями, потому что, мне кажется, преподаватели у нас все такого уровня, как я примерно. То есть, не очень высокого. Я опять не хочу обидеть преподавателей, но мне кажется, что мы по сравнению с лекторами на Ютубе, которые из Стэнфорда, из MIT или из университета Флорида, то мы, конечно, на несколько шагов внизу и учиться именно у наших преподавателей, при этом не смотреть лекции на Ютубе, не читать книги, написанные авторами всех этих концепций, это, конечно, себя не уважать. То есть, вам нужны не преподаватели, а вам нужна система обучения. Вам нужны механизмы сдачи зачетов, механизмы приема этих всех экзаменов и так далее. Выберите какой-то из этих. Ну, еще Инополис, безусловно, есть, но я не уверен, что они принимают заочное обучение. Но они, конечно, еще, мне кажется, более высокого уровня, чем те, которые я назвал, именно по системе. Опять же, преподаватели, к ним у меня большие вопросы. А вот по системе самого образования Инополис очень даже хорошо выглядит в сравнении даже с иностранными вузами. Так что вот так. Идите заочно это делайте. Все, я заканчиваю. Спасибо вам, что пришли. Было мне очень интересно вас послушать, увидеть, что вас интересует. До следующих встреч. Следующую пятницу в 6 часов по Москве. Пока-пока.